Всем привет! Вы на канале Просто о парфюме, где мы рассказываем про низшую парфюмерию. И делимся своими впечатлениями. Не забывайте подписываться, оставлять комментарии и ставить лайки. Нам, как всегда, будет очень приятно. И в описании переходите по ссылке на наш интернет-магазин, где вы можете приобрести почти всю парфюмерию, о которой мы рассказываем. И даже больше. Сегодня у нас интересная тема. Обзор новой марки, которая называется, интересным названием, Mizon Tait. Просто наречие Mizon Tait, как мы говорим, чтобы клиентам было понятно. Да. Здесь, что у нас интересного об этой марке, можно сказать? Она новая, создана в 2020 году. И сейчас прям набирает обороты, мне кажется. Она прям становится очень-очень популярной для тех, кто любит ванильные ароматы. И для тех, кто их не особо любит, есть и такие тут ароматы, которые понравятся. Которые прекрасно подойдут, да. Хочется выделить, что тут у них солирующая нота ванили в каждом аромате. И вокруг этой ноты выигрывается вся композиция. Если говорить об интересных фактах о марке, здесь можно сказать, что это супер-эко-бренд. Все упаковки сделаны из переработанного картона. Все флаконы могут подлежать переработке стеклянные, что супер прям круто для сегодняшнего дня. Да, все упаковки манимистичные. Флакон, вы видите, очень все красиво оформлено. Я бы даже знала, какие-то концептуальные. Да. Самое интересное внутри упаковки вас ждет. Мы об этом тоже не знали. И первый раз выкинули эту бумажку. Слава богу, что у нас их пять. В общем, внутри вы найдете вот такую вот бумажку с семенами, которую можно посадить в землю и вырастет цветущее растение, что очень здорово. Да, и нам пришла идея, для тех, кто подписан на наш инстаграм-аккаунт, мы будем пробовать вырастить это растение. Следите. Может быть, в пятой попытке у нас получится, но не факт. Ну что, давай начнем. Самое интересное – это обзор ароматов. Давай. Так, первый аромат называется флоранила, что уже говорит о его составе. Здесь составят цветы, фиалка, ирис и ваниль. Что же, попробуем. Оценим. Он самый необычный, я бы сказала, из всех этих ароматов. Здесь ваниль не является уж прям такой солирующей. Тут больше такая помада на пудровость винтажная. Для меня он чем-то близок к аромату Хистоар де Парфан, Мулен Руш, но такая более современная, более понятная, более легкая версия, я бы ее назвала. Ну, для любителей таких винтажных ароматов, пудрово-помадных, мне это прям понравилось. Вот как раз запрос на пудровость ароматов очень частый, поэтому можно спокойно попробовать этот аромат. Единственная проблема в том, что многие, кто говорят, что хотят пудровые ароматы, они не знают, как пахнет пудра. Им даешь пудровые, а они такие, нет, это не нравится. Чаще всего они хотят просто ванильные ароматы. Ну да. Такие ванильно-припудренные. Следующий аромат с моей стороны, это хит-продаж у этой марки, это Cell Vanille аромат. И сейчас мы нанесем. Очень полюбился он нашим клиентам. Да, даже те, кто не любит сладкий аромат, его очень часто берут. Для меня это такой аромат отдыха. На морском берегу намажешься с кремом для загара. Такая ваниль с водянистыми морскими солеными нотками и немножко потом древесных ноток за счет кедра. Очень освежающий. Он, хочется прям выпить его. У меня почему-то рисуется картина, что на отдыхе. Как будто какой-то освежающий коктейль. Ты пьешь во время отдыха. Очень хороший. Классно подойдет на лето. Он идеально для лета за счет морских ноток. Это странно для ванильных ароматов. Обычно ванильные ароматы это вообще не летняя история. Для меня он немного похож на Джордж Казаган, ваниловайпс. Он тоже ваниль с солью. Но ваниловайпс более такой простой. Не такой сложный. И более пудровый. А тут прям соль больше чувствуется. Это более роскошно. Да, очень-очень красивый. Следующий аромат это Ван Экстази. Честно, все названия немного напоминают названия ванильных ароматов от Монталь. Но тем самым легче запомнить. Здесь для меня очень явная нотка кокосового молока. Карамели, ванили. Похожа, кстати, тоже на ваниловайпс. Я бы сказала, что этот больше даже похож. Ну, если смешать их вместе, то получится теперь все ваниловайпс. Да, для любителей уже послаще. Да, он такой легкосладкий, пудровый, такой чуть-чуть пудровый за счет кокоса. Пудрово-кокосовый ванильный. Очень-очень вкусный. И он был у нас в подборке кокосовых ароматов. Так что для тех, кто любит кокос, обязательно его попробуйте. Но таких очень мало людей, судя по нашему опыту. Следующий аромат – это ванилейп. Наверное, один из самых тяжелых ароматов этого бренда. Тут тоже есть кокос, но не сам кокос, а цветок кокоса. И он попозже будет звучать. Сначала он такой ванилино-смоленистый, с миндалем. Прям такой восток. Да, для меня это прям очень восток. Тут, кстати, есть мускус, а в других ароматах нет мускуса. Ну, он так не чувствуется. Да, но мне кажется, он добавляет тяжесть какую-то. Мне кажется, тяжесть – это миндаль, ваниль. Но миндаля тут… Я не чувствую. Я чувствую кокос, ваниль, и мне очень тяжело. И мне очень тяжело. Очень сильный, конечно. В тепле он еще ярче раскрывается. Для любителей восточных ароматов классно подойдет. Я бы не сказала, что он притерный. Нет, он не притерный, он именно такой прям, не знаю, как бы на пресе сел и сидит. И давит. И давит немножко. Так что, те, кто любит восток, с чуть-чуть сладкими носками, в моих руках мой фаворит – это ванилла 2. Он мне напоминает маршмеллоу, правильно Лена сказала. У меня так пахнет маска для волос, которую я постоянно хочу съесть. Поэтому я очень долго искала аромат, похожий на маршмеллоу. И вот этот прям круто заходит, потому что он ваниль, пудровые ноты, пралине. Прям хочется его съесть. Ну, пралине – это такой совсем чуть-чуть, пралине обычно такой тяжелый. Здесь он очень приятный. А тут прям пудрово-ванильный, даже немножко кокосовым. Не знаю, может быть, но... Пакет с маршмеллоу. Как будто вы уконулись в пакет с маршмеллоу. Еще ни одного не было аромата, который я бы так хотела съесть, как этот. Мне кажется, он больше всех подойдет на лето. Он такой легкой, ванильно-пудровый и такой, мне кажется, легчачий. Ну да, наверное. Хотя это вообще не мой стиль, но мне он очень понравился. На удивление. Об этом Даша узнала из комментариев, что это не ее стиль. Я думала, что у меня легчачий стиль. Как оказалось, мускуленый. Да, как у нас нет. Ну что же, может быть, я начну как раз свой путь в женственные ароматы именно с ванила-2. Надеемся, что это видео было для вас полезным. Вы открыли себе что-то новое. Да, может, вы уже знакомы с этой маркой и уже попробовали какие-то ее ароматы. Может быть, все. Может быть, у вас есть какой-то фаворит, любимчик. Пишите в комментариях. Ждем ваших комментариев, подписок, лайков. Нам это будет всегда очень приятно, читать ваши комментарии. Поэтому на этой прекрасной ноте. Спасибо за просмотр. И всем пока. Всем привет, это канал Просто о парфюме, где мы рассказываем про низшую парфюмерию. И делимся своими впечатлениями. Не забывайте подписываться, оставлять комментарии, ставить лайки. Нам будет очень приятно. И не забывайте заходить на наш любимый магазин «Селект Ван Стол». Что данный бренд для любителей ванильных ароматов. Послаще кто-либо. Да, для гурманских. Как ты любишь говорить. Арома... Для гурманских. Но... Что-то я тут вообще... Что-то я тут вообще... Что-то я тут уговорился. Все хуже и хуже. Все хуже и хуже.